ну что всем привет друзья выбрался я на ходовую охоту посмотреть косули конец сентября имеется лицензия на стрел косули самка теленок косули если нужно можно козлика стрелять козлика я уже стрелял мы так делаем что берем допустим на козла путевку и обязуемся тогда уже как бы партию отстрелять самец самка детеныш отстреливаешь если нужно берешь следующую партию сегодня не усидел дома день без дождика решил пойти просто погулять по лесу посмотреть начинается буквально уже через каких-то 10 дней загонная охота на лося посмотреть угодья приехал потому что за лето что-то изменилось сейчас проехал на машине некоторые места не узнать выпилили лес том числе вот эта вырубка появилась за лето здесь был такой хороший кусок леса обычно здесь сюда пускал собак брали кабанов я шел краем канавой там перехватывал их ну есть как есть поэтому поэтому будем воспринимать это так как оно есть поэтому здесь значит посмотрю сейчас косулю посмотрю следы лоси лось должен быть конечно водиться здесь может быть и увижу лоси засниму на камеру погода тихая сегодня гулять по лесу красота не жарко кабана как я уже неоднократно рассказывал практически очи и свиная чума его истребила сегодня утром видели волка здесь проверяет паразит ходит остатки кабанов тут скоро опять же с гончими думал приехать начинается переживание напуск собаки сделаешь гончие в лесу работает и молишь бога чтоб не попала под волков такая наша охотничья участь я проверю погуляю сейчас здесь потом перееду возможно другое место так не спеша потихонечку ух ты а вот это уже интересно это даже глухарка это не те теряла глухарка вот как здесь и раньше не видел залетная залетела на черничник что ли на черника прилетела черничку кушает черника врусника здесь и кормится посмотрю думал поймет она не на одном месте конечно ходит кормится крупная красивая вкусно горько кислая канавы такие после этой техники остаются просто кошмар вот смотрим по грязи следы косули имеются конечно косули достаточном количестве здесь есть на отстрел дается это уже достаточно много как-то у нас охотники как-то не очень не жалуют отстреливать ее не очень на них интересует а на самом деле мясо косули великолепно мясо приготавливающего с умом просто супер сейчас понаблюдаем бинокль эту вырубку ничего такого интересного так хочу сюда эту дорогу проторили отсюда вывозили наверное лезда туда на дорогу наверно да там лежал лес ладно продолжаем движение потихонечку ну что здесь я вижу активное перемещение лоси смотри сколько следов активно движется здесь возможно здесь и будем делать охоты первые лес этот нам знаком где перекрывать мы знаем пускаются собачки и работа начинается да я смотрю там лес дальше тоже весь вырезали мать честная это кусты собранные лежат потом это все рубится в дробилке на щепу и в котельной возится конечно он через пару тройку три четыре пять лет здесь будет вот такой заросль видите здесь тоже вырубка было все это зарастает кормовая база для лоси тут опять появится точно ну что периодичность такая есть лес стареет его тоже надо вырезать просто мы сейчас это видим осознаем таких масштабах все это делается с ума сойти просто вот как-то так ребятки сейчас я прогуляю здесь в сторону туда налево пойду на дорогу пойду круг сделаю этим кустам не смысла нет ползти я тут ничего не увижу по канаве можно идти конечно смотрю может быть и вернусь по канаве пойду посмотрю еще что здесь творится фух черт эти лосины и блохи в ужас в ухе лосины глаза аж лезут скоро на всякий случай просто подраздить лоси может отозвел от зовется бык гуляет следы быка крупный бык это лухарка что ли не пойму и кто это у нас там сидит глухарка что ли не пойму ты смотри Повернись боком. Тетерев. Косач. Тетерев. Может там тетерка была, потому что им показалось, что крупные. Но это хорошо, Тетерев Иванович. Живут. Даже очень хорошо. В последнее время что-то маловато стало. Так ток слышно было. Все время бумнели на таковищах. Далеко слышно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Такой бомб-бормотание. Ну что? Косули вообще не видно, да? Пока не видно. Прошел большой круг. Сейчас я завернул уже в сторону машины. Ни одной козы не видел. Следы есть, конечно. Но козочки нет. Здесь такая поляна перспективная. Пройдем по ней. Сейчас они вечером будут уже вставать на хранюшку. Да, в это днем они отлеживаются. В лежке лежат. Вечером начнется движение. Не только косули всех животных. Здесь вывозили лес. По этой дорожке я и пройду. След лося. Крупный лоська. Скоро начнут их гонять. Вот что, не видно косульки? Блин, лосиные блохи просто достали эти мухи лосиные. Каралул какой-то. Сколько же уже заразы. Много. Я же не лось. Чтоб на меня лезть. Очищается уже такое дыхание осени. Листочки начинают уже подергивать желтизна. Вот-вот скоро тут. Месяцишка какой-то и уже снег будет припарашивать землю. Вот лось гулял по дорожке. А косули все-таки так и не видно. Не говорю, на зайца охотишься гончие. В этой стороне вот сколько раз был. Постоянно берут косулю. Так ходишь, ее не видно. Ай-яй-яй. Вот охота. Вот лоська еще проходил. Гуляют лось и гуляют. Где-то вижу козу с козленком. Вот. И вот, как раз, все лось в килом crib. Плачет лось в поле. Соб Queen. Два козленка и коза были. Решил лучше посмотреть, а они решили убежать, вон они уже почесали, все в кустах, в траве, в траве, ну что, козу с козленком видел, видишь, стали подниматься, вернее, с двумя даже козлятами, стали они выходить, пастись. Машины вышел, стал рассматривать, чтобы они безошибочные, ну, естественно, козочка побежала, молодец, ладно, посмотрим, сейчас погуляем в другом месте. Так, ну что, друзья, переехал я в другое место, по дороге видел козу с двумя козлятами, не получилось подойти, сейчас посмотрю по этой траве, здесь видел, ну, вот еще, видишь, рога чешет здесь, козора летает. Да, здесь, конечно, козуля постоянно ходит. Я уже козуля слышит сто раз, они сейчас здесь, я слышал козла, ругался на кого-то, сани там в лесу, они меня слышат, конечно, можно было сидеть, караулить, но они в этой темноте, я ничего не вижу, поэтому я пошел в ходовой охоте. Здесь была козлёнок, я их здесь раньше видел, они сейчас тут есть, но в лесу, козочке не попалась, сейчас уже на камеру будет плохо видно, так что я заканчу, закат прекрасный, красный закат, или к вере, или к непогоде, ну, что-то будет, сейчас заканчиваю. Так, пойду проверю эту полянку, может здесь есть козуля, были, убежали, два козла, еле рассмотрел корову, один явно видно, причем шуба серая у одного уже, зимняя, интересно, такие плохие-плохие рожки, ну, ладно, лицензию у меня сейчас на козу и козлёнка, поэтому не стану и стрелять их, пойдем дальше, посмотрим, здесь собаки в городках резаные. Проезжал на поляне, там видел ещё коза или козёл, не знаю, по траве идти не подать, ну, посмотрим сейчас, что здесь, проверим полянку здесь, может быть, может пройти по траве, будет, пока не вижу. Здесь была коза с двумя козлятами, на вырубке, где-то здесь недалеко, вот она есть, ладно, проверим ту поляну, может быть, это она и есть, шум найти, не знаю. О, они меня заметили, на поляне были, ах ты, чёрт, бля, не один, но, наверное, вот это и есть, когда с козлятами. Уже темнеет, плюс ещё и туман, вечер короткий осенью, и раз, и пошла темнота, и уже не видно козулю, и так, тем более, козёл или коза, это даже не различишь, ай-яй-яй, надо приезжать утром, с рассветом. Ну, сейчас проверю полянку эту ещё, что-то может увидеть же, так что пока оставайтесь с нами. Так, ну что, друзья, под самый конец уже еле-еле различал, всё-таки я стрелял, косуленка, самец этого года, значит, я его взял, стрелял где-то метров 50, наверное, от меня был, ну, в сумерках уже подождал, пока он выйдет на чистое, понял, что это. Было два козлёнка, как я и думал, и коза. Выбрал я, значит, маленького, не ошибся, это очень хорошо. То есть, косолёночек, зелёночек взят. Сейчас я заберу, разделаю его, путёвочка закрыта, сейчас я ещё подпишу путёвку, и всё будет тепло. Так, ну, поехать надо здесь, конечно. Надеюсь, что проеду. Чтобы на пень куда-то не сесть. Так. Всё порядок. Селёночек добыт, как положено. Так, вот он, небольшенький этого года, как написали. Немножко тут позвоночник перебил, ну, отстрел есть отстрел. Так что косолёнок добыт. Лицензия закрывается. Так, сейчас мы закроем. Лицензию. Как положено. Перед тем, как трогать зверя, должна быть лицензия закрыта. И потом мы имеем право уже трофей брать, разделать дальше. Всё как полагается. Так. Одна лицензия, у меня на козу. Одна на телёночка. Ага, вот она коза, вот на телёнок. Тали. Так. Так, Мицкитс. 27 сентября. 09.19. Место добыло, где заполняется. И подпись ставится. Всё. Кутёлка закрыта. Можем заниматься с трофеем. Потом это сдаётся. Председателю клуба. Он отмечает, что лицензия реализована уже. Так что, вот такие пироги с котятами, ребятки. Ну что, охота состоялась. До следующих встреч. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ Продолжение следует...